Буквально два дня осталось до завершения летних каникул, и 1 сентября школьники приступят к занятиям. Пока детишки отдыхали, на протяжении всего лета в учреждениях образования шла подготовка к новому учебному году. Степень их готовности оценила и наша съемочная группа. Совсем скоро эти коридоры и учебные классы заполнятся звонкими голосами школьников, отдохнувших за лето и повзрослевших, готовых с новыми силами взяться за учебу. В школах и гимназиях города практически все готово к началу учебного года, за исключением небольших штрихов. Все крупные работы по ремонту к 1 сентября завершены. Пожалуй, кое-где осталось только сделать влажную уборку и проветрить помещение. Работа проведена очень большая, поэтому я могу сказать только спасибо всем, кто принимал участие в подготовке наших учебных заведений к началу учебного года. И педагогическими работниками школ, и родителями, и теми строительными организациями, которые мы привлекали к ремонтным работам, сделано все возможное и даже, скажу более, невозможное для того, чтобы подготовить наши учебные заведения к началу учебного года. В этом году мы произвели дополнительно замену оконных блоков в 9 школах и 13 детских садах, там, где у нас были проблемные моменты по температурному режиму. Проведена тепловая реабилитация средней школы номер 1. Заменили 20 единиц технологического оборудования. Безусловно, это лишь небольшая часть работ, которую назвал начальник отдела образования спорта и туризма. В каждой школе, в каждом детском саду летом делали косметические ремонты классов и групповых комнат, коридоров и спортивных залов. Средства на это были выделены из городского бюджета. Существенную помощь в закупке материалов и производстве работ оказали попечительские советы и спонсоры. Мы завершили полностью реконструкцию первого этажа, который включает в себя, в первую очередь, номерные гардеробы для учащихся старшей школы. Мы реконструировали гардеробы для учащихся начальных классов. В этом году за счет городского бюджета нам удалось избавиться от одной проблемы, когда зимой было достаточно прохладно в некоторых кабинетах. И в частности, именно в них, за счет городского бюджета, произвели замену оконных блоков на современные пластиковые. Кроме того, с помощью шефов наших пинских электрических сетей нам удалось точно провести реконструкцию системы отопления. И таким образом мы надеемся, что в этом предстоящем учебном году, особенно в зиму, в школе будет тепло, комфортно в каждом кабинете, в каждом учебном классе. За средства республиканского бюджета, к примеру, в 15-й школе появился новый современный класс физики, начиная от специального оборудования для проведения лабораторных работ и заканчивая удобной мебелью. Этому, безусловно, обрадовались старшеклассники, которые углубленно изучают точную науку. Во всех учебных заведениях города особое внимание уделяется выполнению мероприятий по энергосбережению. В этом году мы заменили, ну, конкретно, 3100 светильников старых, ну, не старых, они тоже были в том числе и люминесцентные, но кое-какие еще были и лампочки такие, 3100 светильников светодиодных установили. Это тоже даст свое в плане и улучшения и освещенности, и экономии электроэнергии. В учреждениях образование огромную роль уделяет такому аспекту воспитания, как формирование здорового образа жизни, и подготовка материальной базы имеет далеко не последнее значение, а потому в приоритете ремонт спортивных залов и обновление спорт, инвентаря и снаряжения. Перед новым учебным годом определенная полемика возникла по поводу времени начала уроков и изменения системы оценки учащихся. Как заверил нас Евгений Мендель, никаких кардинальных изменений в ближайшее время не произойдет. Мы уже провели опрос и родительской общественности, ну понятно, что еще пока не всех, и учительской, и детей, все за десятибальную систему. Поэтому в республике в целом десятибальная система будет сохранена. То, что касается начала работы наших учебных заведений, хочу успокоить наших родителей, для детей тоже. Потому что были бы проблемы, скажем, если бы школа начинала работать с девяти часов, родителям на восемь часов, к восьми привезли ребенка даже раньше в школу, а кто будет дальше нести ответственность за безопасность ребенка. Поэтому наши школы будут начинать как работали, скажу так, так и будут и дальше работать. Изучается общественное мнение по поводу предложений о единой школьной форме. Как известно, сейчас ученикам предложено выбирать деловой стиль одежды для учебы. Но многие школы и гимназии города предпочли единообразную форму, либо одинаковые жакеты, пиджаки или жилеты, чтобы ничто не отвлекало учеников от занятий. По мнению и руководства школ, и многих родителей, так будет значительно удобнее, дешевле и позволит избежать социального расслоения. А вот что касается учебных программ и обеспеченности учебной литературой и пособиями, то к первому сентября школы и гимназии уже получили 30 новых учебников. До конца года министерство обещает издать еще 17. Кое-какие книги доступны в электронном варианте. В электронном варианте они имеются все. Поэтому в пятницу я проводил совещание с директорами. Значит, если нету, скажем, старых учебников и учебных пособий, то школы обеспечивают в электронном варианте, распечатанном уже. Кто не имеет возможности сам это сделать, школы обеспечат. Вместе с решением текущих материальных вопросов при подготовке к новому учебному году педагоги все же главный акцент делают на своей профессиональной деятельности и решению поставленных задач. Перед педагогическим корпусом Пинска конкретно они будут поставлены на традиционном пленарном совещании, которое состоится 31 августа. Как сказал президент на Республиканском педагогическом совете, с детского сада, с первого класса, школы, будем прививать гордость учащимся за любовь, гордость за нашу страну. И в этом, я считаю, должны участвовать все, и школа, и семья, конечно. Нам, как учителям, необходимо научить детей отличать правду от лжи. Ну и, конечно же, дать те ориентиры, которые будут способствовать формировать гражданина и патриота нашего государства. А пока подготовка к первому уроку. Его тема «Беларусь. Моя Айчина». В рамках этого урока есть очень много разного материала. Это и 500-летие белорусского книгопечатания, где мы уделим большое внимание, конечно же, роли Франциска Скарины. Это и 2017 год, год науки, где основная наша задача – сориентировать ребят, что одним из стратегических развитий нашего государства – это формирование инновационной экономики. Это и проведение все чаще и чаще в нашей стране мероприятий высокого уровня, спортивных состязаний. Это мы и ждем вторые олимпийские, европейские игры. Это мы ждем и чемпионат мира по хоккею. Ну и, конечно же, использование краеведческого материала. 1 сентября прозвенит первый звонок в новом учебном году для 16,5 тысяч юных пенчан. Впервые за школьные парты сядут 1815 первоклашек. И этот день для них, а также для всех учеников, педагогов и родителей будет очень волнительным и наполненным радостными эмоциями. Субтитры создавал DimaTorzok